Музыка Он мне сказал, будучи, когда я был подростком, что я могу изменить жизнь, судьбу твою, но если ты сам этого не захочешь, никто тебе не поможет. Не знаю, как мне хватило ума тогда, ну вот я ему поверил, ну вот сейчас мы сидим здесь, ты вчера еще из миски с детской собаки сухари-то сказал, чтобы поесть, что ты голодный, да, а сегодня ты там в Нью-Йорке, тебя приглашают к себе олигархом на финальную игру своей личной команды баскетбольной, да, и ты вот с ним сидишь в ложе, да, И перекусываешь, пьешь чай, да, то есть, знаете, вот насколько жизнь интересная штука. Вы знаете, я хочу сказать, что драться это не всегда плохо. Драться нужно уметь. Герой программы «Профиль» Руслан Проводников. Российский боксер, депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Родился в поселке Березово, Мансий по национальности. Первым тренером спортсмена стал Евгений Вакуев. В прессе Проводникова часто называют «русским роки» или «сибирским роки». За свою карьеру он участвовал в 150 боях, из них 130 закончились для него победой. Интерконтинентальный чемпион по версии Всемирной боксерской организации в первом полусреднем весе в 2009 и в 2012 годах. Чемпион по версии Всемирного боксерского совета в первом полусреднем весе в 2011 году. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в первом полусреднем весе в 2013 году. Руслан Проводников это уже некий бренд, много ипостасей, где ты себя пробуешь, где-то тебе нравится, где-то может быть не очень, но ты сегодня и бренд, и все-таки спортсмен, и общественный деятель, и, как сейчас принято говорить, такой мотивационный тренер. Что тебе самому ближе из вот этих вот амплуа многочисленных? Ближе, ближе, наверное, все-таки до сих пор остается спорт, спорт как вот, наверное, то есть это вот то, благодаря чему я, наверное, еще раз говорю, добился многих, ну, по крайней мере, в спорте, да, пусть небольших высот, но я добился в них, и благодаря этому я расширил свой кругозор, в общем, то есть много где побывал, много с кем повстречался, много с кем общался, я общаюсь с такими людьми, с которыми я раньше даже не думал, что когда-нибудь с ними сесть задним столом. И путь в политике складывался непросто. Был момент, когда тебе просто хотелось все бросить, ты, насколько мне известно, даже сделал какое-то объявление, что все, я складываю мандат, что называется, и больше не хочу вот этим заниматься. Что заставило изменить свое решение? Так вот сложилось, что вроде как всего лишь год только прошел, да, а уже вот с моим именем уже связаны вот такие вот события, да, там, что я в октябре заступил на эту должность, а в декабре уже хотел сложить мандат, и я бы это сделал, что я твердо был уверен в том, что я это сделал, если бы не случилось. Я приехал в Березово, да, я каждое утро хожу тренироваться, то есть, ну, пока никого нету, пришел спортивный комплекс, пробежал свои там 10 километров, как обычно, сделал зарядочку, бросил турнички, и спускаюсь вниз, сидит, вот мужчина ждет меня. Пацан Михайлович, я хочу с вами поговорить, я говорю, да, ну давайте пойдемте в кафе, говорю, зайдем, попьем кофе, поговорим, скажете, что вам нужно. Он говорит, ну, вот он, это вот тренер соседней деревни, Сванзитура, который вот, ну, обратил их за помощью, чтобы, ну, помочь, чтобы у них там инвентаря не было, спортивные, там, мячей, там, еще что-то, говорит, нам вот надо, там, буквально, где-то 1150, может, вот, на вас, как на депутата написать наказ, я говорю, вы знаете, ну, наверное, как депутат я вам не помогу, но вот просто как земляк ваш, я говорю, ну, я думаю, там, сумма не такая большая, найдем, найдем, решим этот вопрос, говорю, он говорит, а почему как депутат не поможет, я говорю, вы знаете, ну, вот я вот что-то решил, я говорю, сложить мандат, и вот звучала такая фраза, которая вот мне прям вот так запала, прям, а как же мы? Вот я вот, он даже сам, наверное, не подумал вообще, что он сказал, знаете, ну, я потом всю ночь, наверное, тоже вот, на этой фразе, то есть, вроде, там, три слова, да, как же мы, настолько, как бы, знаете, и вот, я понял, что перевернули, да, перевернули, я понял, что нет, я, ну, на самом деле, люди в меня верят, люди от меня ждут, и вот, и это будет, будет слабость, если я сейчас возьму и уйду, и вот так просто, то есть, перед первой же трудностью, с которой я столкнулся, то есть, я, получается, просто пасую, сдаюсь. Я знаю, что недавно ты совершил просто какой-то крутой забег, так скажем, там, на территорию, ты просто сел в собственный автомобиль, взял помощника, оператора и поехал к людям, что называется, поехал смотреть, чем они живут, какие у них вопросы, проблемы, что ты увидел? Вот есть такие уголки у нас, там, в Березовском районе, где просто нет, еще раз говорю, ни дорог, ни света, ни интернета, но, вы знаете, люди там намного сильнее, намного добрее. Вот, вот, чем меньше у людей, тем вот они как-то, им и надо-то не так много, абсолютно. Вот, какая-то тенденция непонятная, вот, если честно, чем, вот, когда ты выезжаешь в какой-то уже населенный пункт большой, где есть все, свет и газ, и дороги, и вода, и интернет, телевидение, и все, Вы знаете, такое, вот, какое-то потребительское отношение, им еще больше надо. Я, конечно, вот, благодарен своей судьбе, что, вот, я вот, не знаю, вот, как-то неосознанно, неосознанно, но мной вели вот эти обстоятельства, которые, вот, все-таки тренер смог для меня донести. Надо назвать тренера. Евгений Алексеевич Вакуев. Спасибо ему. Спасибо, да, спасибо ему, который, вот, вы не представляете, сколько он вытерпел со мной, и все было, и слезы, и это, потому что я очень упрямый, что, ну, это очень тяжело, понимаете, взять, ведь тренерская работа, это не конвейерная работа, ты не можешь там, тебе, тренеру, ученику дается один шанс, один шанс. И вот, я не знаю, какая-то, вот, судьба, наверное, да, что мы вот так нашли друг друга, да, у нас так все звезды сложились, да, что... Ну, вы сполна воспользовались оба этим своим шансом, и, в общем, получился такой штучный, так скажем, товар. А потому что тренерская работа – это именно штучный товар. Мой тренер воспитывает сейчас, моего сына уже, моего сына воспитывает, и, возможно, сейчас есть возможность, там, может быть, взять и уехать куда-то, но я понимаю, что... Я бы мог и сюда привезти семью, и своего сына устроить, там, секцию бокса, там, вот, да, секции бокса хватает везде, ну, нет таких тренеров, потому что многое зависит, 90% от человека, от педагога. Как случилось, что Руслан Проводников вдруг увлекся, по-настоящему увлекся литературой и поэзией? Да, Руслан Проводников, да, и боксер, и поэзия, да. Ну, не типичная ситуация. Мне кажется, да, вещи такие несовместимые. Подготовка Лос-Анджелес, подготовка к бою с Эльварада, это уже второй бой за титул чемпиона мира, который я, когда я провел свой первый бой за звание чемпиона мира и проиграл Тимоти Брэдли, это вот тот нашумевший бой, который в итоге стал лучшим боем года за всю историю представительного бокса. Бой с русским частью, даже номинирован, ни разу не был, он такой вот номинацию почетную, да. Я благодаря этому бою, что я там показал, просто люди узнали новое имя, да, там, Руслан Проводников, вот, я получил второй шанс. Это в тот период, по-моему, родился в маслах в сибирской роке. Да, 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 вот тогда мир узнал сибирского роке. Каждое утро в 6 утра мы всегда приезжаем на Голливудскую вот эту гору, еще темно, то есть в 6 утра еще темно, в 7 утра тут начинает потихонечку расцветать. Почему так рано? Потому что когда солнце встает, уже жарко очень. И я включаю плеер, и в наушниках раздается песня, поет Александр Новиков, «Гой ты, Русь, моя родная, хаты в ризах, образа». Я аж улыбнулся. И я вот эти вот слова так как-то эту песню по-другому совсем воспринял. Ну это символично, наверное, как-то так. Я даже представляю себе на горе Голливуда. Да, в текеме, ты бежишь, и вот в наушниках вот это вот «Гой ты, Русь, моя родная, хаты в ризах, образа». Я прямо, знаете, так вот, тут что-то, у кого-то что-то родное. Я вот бегу, думаю, приду домой, обязательно найду это стихотворение и выучу его. И вот с этого момента началась моя вот… Все, и пошло-поехало. Любовь к поэзии, я выучил это стихотворение. Перед вторым своим шансом, да, созвание чемпиона мира, я уже все был одет. У нас всегда традиция есть, мы всегда садимся. То есть все, кто находится в раздевах, вся команда садится. То есть, ну это как уже такая… Просто и все, и заходят, нам говорят, все, гоу, 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 все, пошли. Я встаю и начал цитировать это стихотворение. То есть я шел к рингу и читал это. По стихам Есенина? Да. Ничего себе. Я шел к рингу, я не знаю почему, мне прямо захотелось. Я вот, пока мы шли к рингу, я читал это стихотворение. Программа о Руслане Проводникове – это тот самый случай, когда времени катастрофически не хватает, чтобы рассказать даже самое важное. О том, как помимо законотворческой деятельности, поездок по округу и решения проблем своих земляков, иногда Проводников берется за вопросы других регионов. К примеру, создал спортивный зал для воспитанников детского дома Нижнего Тагила. Проводит ежегодные соревнования по боксу в родном Березове, помогает спортивным секциям отдаленных районов, необходимым инвентарем и при любом удобном случае напоминает о своем происхождении. Чтобы изменить что-то, вот в том месте, где ты живешь, это место нужно любить. Когда ты добиваешься успеха, когда у тебя есть возможность, взять и переехать туда, где уже хорошо – это самое легкое. Но мы же легких путей не ищем. Продолжение следует...